Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Блуждающий дом. Мэрия расселит жильцов пострадавших квартир по проезду Грибоедова. 400-летняя книга. В Рязани выставили уникальную книжную коллекцию. Белые тигры в городе. Стартовало цирковое шоу «Загадка. Старые игрушки». Дом 16А по проезду Грибоедова вчера вечером наделал много шума. В прямом и переносном смысле. Несущая стена обвалилась, а по всей высоте здания теперь зияет сквозная трещина. На место сразу выехали специалисты из администрации. Стена обвалилась утром воскресенья 5 февраля. Однако проблемы в этом доме начались значительно раньше. Протекала крыша, были проблемы с отоплением, канализацией. И каждый год у нас что-то происходит. И вот, вот, вот. Сейчас опять произошло, ветер рухнуло. Сотрудники ГОЧС выехали на место происшествия в тот же день. Жителям предложили переехать в маневренный фонд. Однако покидать дом они по каким-то причинам пока отказываются. Чтобы я мыться могла, подъемник, кровать, ортопедический матрас. Я без другого матраса спать не могу. У меня перелом позвоночника. Ну, естественно, мы будем учитывать все ваши потребности. Сейчас весь список вопросов, которые нам надо отрегулировать, с вами прямо в персональном порядке проговорим и вместе примем решение. А так, я еще раз говорю, мы совместно с Межведственной комиссией будем настаивать на переезде всех жильцов в маневренный фонд. Абсолютно всем проживающим в этом доме предложено переехать в маневренный фонд в комфортабельные довольно-таки условия. Пока что никто желания не изъявил. Сегодня персонально с каждым из проживающих будем еще отрабатывать совместно с специалистами управления ЖКХ города Рязани. Сегодня состоялась межведомственная комиссия. Дом осмотрели представители администрации, пообщались с жильцами. Ситуацию мэрия взяла на особый контроль. В настоящий момент дом не признан аварийным. Мы здесь собрались с Межведственной комиссией, которая как раз-таки принимает решение о признании либо не признании домов аварийных. В доме есть муниципальные квартиры и администрация на правах собственника наняла экспертов, которые в течение трех дней предоставят заключение. Сегодня межведственная комиссия экстренно выехала в этом полном составе вместе с экспертом. Эксперт будет делать заключение экспертное. Еще необходимые тут будут проводиться приборные наблюдения. Ну и я думаю, что 95% дом будет признан аварийным. Несмотря на отказ жителей уезжать из дома, специалисты проведут индивидуальные беседы, чтобы выяснить опасения жильцов и предложить каждому свое решение. Маневренный фонд для жильцов расположен по адресу Соборная, 23. Для маломобильных рязанцев предлагают размещение в центре семьи. Тем временем в Рязани начались внеплановые проверки коммерческих перевозчиков. И делают это в том числе представители налоговой службы. С чем это связано, расскажем далее. Масштабные проверки автоперевозчиков на улицах Рязани явление не стихийное, а вполне управляемое. На линию выходят не только контролеры городского управления транспорта, но и представители налоговой и трудовой инспекций. Цель вполне понятна – пресечь выход на маршруты неустроенных официально водителей. Четкий протокол действий выглядит так. Остановили транспортное средство, будь то в городе, будь то на конечной остановке. Мы составили акт осмотр, мой инспектор, в котором прописана фамилия водителя, предприятие, в котором этот водитель трудится. После этого эти все данные по запросу налоговой инспекции передаются к ним, и они уже мониторят, идут ли отчисления за этого водителя трудоустроенным или нет. Если водитель не трудоустроен, это прямое нарушение лицензионных требований. После обобщения всей информации, а проверки еще продолжаются, будет сделан запрос в областную прокуратуру. А дальше – выездная проверка, где будут все. Нужно это коммерсантам или нет, каждый решает для себя сам. Как, кстати, и введение штрафов для водителей за перевозку детей без билетников. Это вообще ни в какие ворота. Фактически вы ставите водителя в ситуацию, понуждающего его совершить административное правонарушение. В данном случае оно по всем показателям будет ужасным, потому что мы подчас, да не подчас, мы ведем речь именно о несовершеннолетнем. У нас были случаи, когда высаживали действительно детей и 10 лет, и 8 лет. Что как нам всем, как взрослым людям, должно понятно, что это должно быть запрещено. Как акцентированно заявляют в городской мэрии, главная цель всех, как может показаться, условно-карательных мер, все-таки не лишение каких-либо субсидий или оптимизации количества перевозчиков, а повышение качества обслуживания. Вот за это администрация города готова биться постоянно. Банк России на два дня будет приостанавливать сомнительные переводы без согласия клиента. Законопроект об этом финансисты уже подготовили. Речь идет о тех счетах, которые уже попали в специальную базу данных, которую ведут в Центробанке. По словам специалистов, так называемый двухдневный период охлаждения нужен, чтобы у гражданина было время на осмысление происходящей ситуации. Ведь он не сразу осознает, что находится под влиянием аферистов, которые под различными предлогами пытаются убедить его расстаться с деньгами. Кроме того, в Госдуме рассмотрят еще и возвращение банком денег обманутому клиенту. Если перевод мошенникам отправитель сделает вопреки предупреждающей информации от Банка России. За 9 месяцев прошлого года от всего объема похищенных денежных средств было возвращено меньше 5%. Новый законопроект это исправит. В Рязанском музее путешественников открылась выставка «Боговдохновленная книга». На ней представлены духовные книги 17-19 веков из собрания знаменитого рязанского библиофила и коллекционера Юрия Николаевича Вобликова. Выставка приурочена к 96-летию коллекционера, который всю жизнь собирал такие необычные экземпляры. Эта книга напечатана почти 400 лет назад, в 1648 году в Московском печатном доме. Называется она «Деяние и послание святых апостолов». В свое время эта книга служила своеобразной духовной азбукой для обучения разных сословий, как дворянского, так и христианского. Сказать, что это раритетное издание, не сказать ничего. Всего таких редчайших книг 9. «Эти книги, они и оформлены необыкновенно. То есть, как правило, крышка у них деревянная, сверху они покрыты тисненной коричневой кожей. К ним прикреплены специальные такие ремешки, которые позволяют закрывать эту книгу. И кожаные вот эти ремешки, они обрамлены металлом и прикрепляются к книге с помощью кованых гвоздик». Самая молодая книга здесь 1895 года. Она особенно тем, что печаталась в Киево-Печерской лавре. Вся уникальность коллекции, а это и Библия 1751 года, и Требник 1778, выставляются под стеклом. В прошлом году их показали общественности всего на сутки. Больно высокие требования хранения антиквариата. Сейчас сделали исключение. Коллекцию выставили на две недели. «Надолго мы их экспонировать не можем, потому что экспонаты требуют особого подхода, особого температурного режима». Светлана Юрченко добавила, что представленные книги – это не просто достояние Рязанского края и России, а всей мировой культуры. Выставка будет работать по 17 февраля. 6 февраля Православная Церковь почитает Блаженную Ксению Петербургскую, а также преподобную Ксению Римлянаню. В переводе с греческого языка имя «Ксения» значит «страница». Обе святые, отмеченные 6 февраля, жили в разные столетия и в разных странах, но поразительным образом полностью соответствовали своему имени. Преподобная Ксения Римлянаня была единственной дочерью знаменитого римского сенатора Евсевия. В юные годы она ушла из дома. Приехав в Александрию, познакомилась с настоятелем обители апостола Андрея, находившейся в Милосе, и прибыла вместе с ним в Милос. Здесь Ксения приобрела участок земли, на котором возвела церковь во имя святого Стефана. При церкви она организовала женский монастырь, где позже была посвящена в Диаконисы. Святая Дева оказывала помощь всем нуждающимся. Она была утешительницей для скорбящих, благотворительницей для бедных, наставницей для грешных. Многие грешные души она привлекла ко спасению. Умерла преподобная Ксения во второй половине V века. Во время ее кончины происходили чудесные знамения. В нашей стране любимая и почитаемая другая святая с тем же именем, Ксения Петербургская, появилась на свет в 1732 году. В возрасте 26 лет она обдовела, раздала бедным свое имущество, в том числе и дом, поставив условие сделать в нем приют беднякам. Ксения оделась в одежду покойного супруга и стала называть себя его именем Андреем Федоровичем. Женщина через смерть любимого мужа познала всю призрачность и непостоянность темного счастья. Не имея пристанища, она скиталась среди бедняков, по ночам и отправлялась в поле, где горячо молилась. Ксения пользовалась глубоким почтением петербуржцев, которые ласково звали ее Ксеньюшкой. Похоронили святую на Смоленском кладбище, на котором она помогала строить церковь, после наступления темноты, нося кирпичи для постройки. Со временем здесь возвели часовню. Известно много случаев благодатной помощи Ксении Петербургской и после ее смерти. Помощь в замужестве и воспитании детей, исцеление больных, устройство на работу и другие. В народном месяце слове сегодняшнюю дату называли Ксения, Аксинин день, Ксения полузимница, Аксиния полухлебница. По старому стилю день Аксинии полузимницы считали переломом зимы. А зимое зерно пролежало в земле половину срока до восхода. Полагали, что со дня Аксинии до новых хлебов понадобится столько хлеба, сколько уже съели. За это и прозвали ее в народе полухлебницей. Существовало немало примет. Какая Аксинья, такая и весна. Метель 6 февраля указывает на то, что весна будет поздней. Безветренная погода. Вторая половина июля будет жаркой и сухой. В Рязанском цирке стартовала премьера циркового спектакля под названием «Загадка старой игрушки». Это увлекательная история маленькой героини, которая способна увидеть вокруг себя необыкновенные и удивительные вещи. И все благодаря старинной игрушке, которую подарила бабушка. Аттракцион с белыми тиграми, смешанные группы животных, а также акробаты-вальтежоры и многое, многое другое. Если ты подключишь свое воображение... С этих слов начинается цирковой спектакль «Загадка старой игрушки». Даже не спектакль, а настоящая сказка для зрителя. Словно по мановению волшебной палочки под купол взлетает воздушная гимнастка в кольце. Игрушки оживают и становятся, нет, не клоунами, эксцентриками. Они будут не только веселить зрителей, но и наравне с другими актерами цирка показывать невероятные трюки. Здесь и иллюзионисты с авторскими трюками, которых, говорят, нет даже в копилке Дэвида Копперфилда. Есть акробаты, у которых коронкой считается прыжок из-под купола цирка. И кроме этого, коллективу есть чем удивить рязанского зрителя. Но какой цирк без животных? Верблюды, пони, лама, пума – все это группа сафари под руководством Виктора Шустова. А вот магию и дрессуру собак совместила Кристина Нус. Зрители от такого спектакля в восторге. Было очень весело, очень интересно. Мне кажется, всем стоит посетить, потому что такие представления в нашем городе бывают не прямо уж часто, поэтому обязательно к посещению считаем. Представления замечательные. Мы очень часто ходим с детьми в цирк. Всегда довольны, и представления всегда замечательные. Особенно понравилось то, что трюкачи, на самом деле, очень профессиональные. Да, и еще фокусы разные с исчезновением. Все очень хорошо, очень замечательно, интересный цирк. Мне тоже очень понравилось, особенно воздушная гимнастика. Просто на высшем уровне. Очень здорово, молодцы. Не пожалели, что пришли на премьеру. Просто красота. Очень понравилось. Особенно мне понравились самогетики и эти вот шпицыки. То, чего больше всего ждали рязанцы – выхода на арену белых тигров. Дрессировщица – настоящая принцесса цирка Алиса Нестерова. Этот титул фактически «золотую корону» она получила неспроста. Номер ломает привычные стереотипы работы с хищниками. Да и программа дрессировки уникальная. В совокупе используем контактные методы дрессуры. То есть вот у меня есть кружочек на палочке. Это называется таргет. Это цель, мишень, за которую следуют мои тигрули. То есть им задача – коснуться его носиком. То есть они могут прыгать. Я рисую маршрут этим кружочком. И потом просто даю лакомство за то, что они коснулись носиком мишеньки. И пусть загадка старой игрушки – это уже хорошо зарекомендовавшая себя программа. Представление в Рязани уникально. Именно у нас дебютировали воздушная гимнастка в кольце, бабка-ёшка, а также многие артисты балета. Номер с белыми тиграми на 80% состоит из импровизации. Эксцентрики свои номера также регулярно дорабатывают. Мы каждый раз что-то пробуем, что-то меняем. У нас есть какие-то моменты, акценты музыкальные еще. То есть это все само собой дорабатывается. Бывает просто просыпаешься. Мик, слушай, иди я. Давай сделаем так. И мы без репетиции экскромно пробуем. Получается, запомнили, закрепили. Вот так, в принципе, рождаются все какие-то гениальные вещи. Бывает, что заранее, но чаще всего экспромно. Загадка старой игрушки – это цирковой спектакль от молодой творческой команды, которая поставила перед собой задачу понравиться как самым юным зрителям, так и их родителям. Хотелось создать очень добрую историю, понятную историю, которая и какие-то особые нотки в душе затронет у взрослого, у старшего поколения, у бабушек, у дедушек. И, безусловно, который будет интересен детям и самому сложному возрасту. Это средний детский возраст, то есть это где-то от седьмого класса и старше. Но и по отзывам, и по восприятию зрителя, вот уже буквально сегодня на премьере, понимаем, что все получилось, все удалось. Зрителям нравится. И при этом в историю прекрасно вплетены цирковые номера, которые продолжают и развивают сюжетную историю. Цирковое приключенческое шоу «Загадка старой игрушки» продолжится до 26 февраля. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин